Инцидент, который случился 27.04.2017 во время особого мнения на эхе Москвы, довольно подробно в деталях и не без смакования обсужден в СМИ и социальных сетях. Особенно скурпулезно разобраны психологические, психиатрические, геронтологические, гендерные, политические аспекты скандальной выходки писателя Веллера. Сам по себе эпизод с участием писателя Веллера никакой сложности для оценки не представляет, как по моему глубокому убеждению нет никакой сложности в оценке самого Михаила Веллера как личности, как писателя и как философа в кавычках. Писатель Веллер, имея собственную авторскую монологовую программу на эхе, 27.04.2017 попросился на особое мнение, в котором начал вести агрессивный монолог на единственную тему о выборах во Франции, в котором всем людям доброй воли необходимо поддержать Марин Лепен. Примерно на 10-й минуте ведущая Ольга Бычкова попыталась вклиниться в речевой поток Веллера и от имени радиослушателя задать писателю вопрос, с какой радости приход к власти нацистки Лепен на бюджете Путина спасет Францию. На что писатель Веллер сообщил, что радиослушатель не читал программу Лепен и Макрона, и стало быть он, цитата, «дубина и мекинная голова». Ведущая Бычкова высказала предположение, что радиослушатель читал какую-нибудь программу, возможно, и мы не должны судить об этом. Тогда писатель Веллер, оскорбив ведущую, швырнул микрофон и чашку в сторону ведущей, не попав в цель, рассверепел окончательно и с криком «Скотина тупая, я тебя больше не знаю!» выскочил из студии. «Я буду задавать вопросы время от времени, извините». «Ой! Скотина тупая, я тебя больше не знаю!» «Хорошо, Михаил Веллер вырвал микрофон, швырнул чашку, видимо, нам придется продолжать передачу каким-нибудь другим образом». Неловко и странно было читать в соцсетях тезисы, авторы которых рассуждают о равной ответственности за инцидент Веллера и Бычковой, или даже возлагают вину на Бычкову. Всегда есть люди, которые в насилии готовы обвинить короткую юбку жертвы. Здесь именно тот случай. Никакой вины, частичной вины или доли вины Бычковой в происшедшем нет. Но есть две другие проблемы. Первая – невероятно раздутая в СМИ фигура самого Веллера, который подается и воспринимается не только как писатель, что тема отдельного разговора, но и как философ, обратите внимание, и вообще как глубокий мыслитель. Сам Веллер скромно утверждает, что в современной России не существует философии, кроме, простите великодушно, моего энергоэволюционизма. Самое деликатное, что можно сказать об этой философии, что это дилетантизм. Неукротимый словесный понос в виде нагромождения все новых гор бреда и околесицы. Политические взгляды Веллера проще всего характеризуют то, что в 2011 году он призывал голосовать за Зюганова, в данный момент за Лепен. То есть в голове у человека ассорти из правой и левой реакции. Эксцесс в особом мнении от 27-го четвертого не первый. До этого 15-го третьего Веллер уже бросал стакан ведущего на телеканале ТВЦ, так что это входит у него в привычку. Роман, не смей врать мне в глаза, это мне, мне давали, веди сам свою передачу. Я вам тоже скажу, что этого не было, не давали в таком формате. Казус Веллера сам по себе довольно прост, но заслуживает внимания исключительно из-за тех процессов и предпосылок, которые к нему привели. Во-первых, это расширенное производство СМИ различных «философов», политологов, экономистов и прочих вполне безграмотных, но невероятно амбициозных мыслителей, так сказать, которые роняют планку общественной дискуссии до такого уровня, что сама дискуссия становится невозможной. Галерея героев «Эхо Москвы» в значительной степени состоит именно из таких персонажей. Экономист Хазин, публицист Шевченко, послушайте этих замечательных людей, политологи Марков, Белковский и Павловский, те мыслители, чье особое мнение, как и особое мнение философа Веллера, вполне заслуживает обнародования по мнению «Эхо Москвы», но на самом деле они лишь экспонат в пункт-камере забавных причуд и отклонений человеческой мысли, а не в качестве серьезной аналитики текущих событий. Приглашение дилетантов с невероятно завышенной самооценкой создает почву для скандала, подобных тому, что произошло с Веллером. Вторая предпосылка казуса Веллера лежит в чисто журналистской плоскости. «Эхо Алексея Венедиктова превращено в тусовку для своих, где тусуются легкие на язык люди и способные лишь на коротенькую, как у Буратино, мысли». Мне могут возразить, что так ведут себя любые СМИ, и эти болезни свойственны журналистике во все времена в любых странах. Но это было бы справедливо, если бы не два обстоятельства. Первое, та самая монополия на плюрализм, было бы хотя бы три таких канала, каждый со своими тусовками. Ситуация была бы принципиально иной. В 90-е тусовка медиа империи Гусинского конкурировала с тусовкой империи Березовского и несколькими другими медиа империями поменьше. В итоге граждане могли собрать по кусочкам объективную картину происходящего. Сейчас есть выбор без выбора, то есть предлагается выбирать в кавычках между медиафренией государственных СМИ и тусовкой эха и дождя. Аудитория искусственно вводится в ложную дилемму либо Соловьев-Киселев, либо эха Москвы. Суть профессии тусовщик, которая на эхе практически полностью вытеснила профессию журналиста, наиболее ярко проявляется в двух форматах, которые стали фирменными блюдами эха. Это особое мнение и а-тим. В журналистике к этим форматам ближе всего стоят интервью. Есть человек, интересный для аудитории. Журналист, представляющий интересы аудитории, задает этому человеку вопрос от имени аудитории, то есть задает форму диалога. Гость наполняет эту форму содержанием. Форма тут первична еще и потому, что журналист сам выбирает гостя, а не наоборот. Отличие особого мнения в еще большей степени от интервью в том, что тусовочные изобретения Алексея Венедиктова – это прежде всего троллинг гостя. Венедиктов неоднократно публично объявлял, что цель журналиста эха в таких передачах – не дать гостю чувствовать себя комфортно в студии, что надо постоянно сбивать его с мысли, перебивать и возражать. Это, по мнению Венедиктова, делает передачу живее и повышает рейтинг. Пиком этой политики Венедиктова было доминирование на эхе некой помощницы, если вы помните, Турочки Леси Рябцевой, но и с ее ходом политика троллинга не исчезла окончательно. Веллер, кстати, раз уже речь зашла о нем, попросился на то злочастное особое мнение не как писатель, а как политический агитатор. О своей цели он прямо написал в тексте «Эхо профессии», опубликованном на сайте Свободная пресса 28-го. Цитата Веллера. «Если бы хоть один французский избиратель русского происхождения, услышав мои аргументы, проголосовал не за Макрона, а за Липен, я бы внес хоть ничтожный, как неразличимая пылинка, вклад в дело огромного мирового значения, предотвращение гибели Европы и нашей цивилизации». Так определил Веллер цель своего внепланового прихода на «Эхо». То есть он пришел как спаситель цивилизации, как мессия, а его не поняли. А к таким у журналистов должен быть совсем другой подход. Этих спасителей и мессий категорически нельзя оставлять без присмотра. И пускать его в эфир в данном случае было непрофессионально. Для таких особо тяжелых случаев есть формат дебатов, дискуссий, в которых против одного «спасителя» выступает другой, такой же, чей рецепт спасения в корне отличается. Тусовка и медиафрения имеют общее происхождение. И та, и другая – порождение путинского режима. Трудно сказать, какая из этих болезней опаснее. Медиафрения не имеет ничего общего с журналистикой, поэтому рассчитана на массовую аудиторию, а на образованную публику она не действует. Тусовка же «Эхо» очень похожа на журналистику, поэтому вполне в состоянии сбить с толку тех, кто имеет иммунитет против федеральных каналов телевидения. С исчезновением путинского режима и медиафрения, и тусовка не исчезнут автоматически. Их надо целенаправленно заменять здоровыми тканями журналистики, иначе мы будем и дальше продолжать получать эти плохого качества продукты. Игорь Александрович Яковенко